добрый день уважаемые слушатели мы продолжаем серию вебинаров которые будут посвящены информационным технологиям и сегодня поговорим об отечественном конструкторе тильда который позволяет создавать сайты и лунгриды мы поговорим сегодня о его возможностях о том как можно с ним работать опять-таки подчеркну что информация будет в основном для тех кто или с ним не работал с этим конструктором или имеет такое смутное о нем представление мы не будем говорить о сложных верстках дизайнах типографики и прочих специфических терминах мы поговорим о том что мы можем сделать своими руками здесь и сейчас обладая небольшими знаниями в области и кт и так для чего подходит тильда ну во-первых как показывать сегодняшняя обстановка то что сервис отечественный то что его серверы преимущественно находятся на территории россии иногда становится приоритетом в вопросе выбора сервиса так обстоит дело стиль да и в основном серверы находятся в россии казахстане и белоруссии как я выяснила так что с этим все в порядке тильда отечественный конструктор на русском языке поэтому работать с ним в связи с этим тоже достаточно несложно а возможности у него хорошие сейчас я буду вам в чат добавлять много много ссылок у нас сегодня все ссылки будут самом начале вебинара поэтому если вы не успеваете все посмотреть пожалуйста копируйте к себе на компьютер и потом можно будет уже более спокойном темпе все просмотреть или по ходу моего рассказа по одной открывать и отсматривать ну а я после того как поделюсь с вами большим количеством ссылок буду уже более подробно рассказывать о технологии работы с сервисом и так начнем с того для чего можно использовать тильду для того чтобы создавать небольшие одностраничные сайты которые по-другому еще называются ленинг или посадочные страницы лендинг пейдж это такие сайты которые позволяют рассказать о каком-то событии проекте акции о фестивале в общем такие которые дают полную информацию о каком-то интересном начинании особенно если вы часто проводите это начинание периодически например каждый год у вас проходит какой-нибудь важный фестиваль и вот можно целый сайт ему посвятить не обязательно создавать на нем огромное количество страниц можно создать небольшой красивый яркий сайт на котором менять информацию можно создавать и более такие сложные конструкции сервис тильда дает бесплатный тариф на котором можно создавать сайты до 50 страниц и размещать на них разнообразный контент это могут быть тексты естественно фотографии видео различные изображения если подключить платный тариф то можно добавлять еще любые встраиваемые элементы например карты игры презентации виртуальные выставки и тому подобные вещи с помощью тильды можно создавать даже целые веб квесты ну я думаю технология вам знакома это по сути такое испытание состоящее из нескольких этапов эти участники выполняют задание и успешно его выполнить переходит на следующий этап эта техника тоже может реализоваться с помощью тильды ну и наконец еще можно создавать статьи лонг риды их еще по-другому называют от английского длинное чтение то есть это статьи тоже похожие на одностраничные сайты но там по-другому структурирована информация это по сути рассказ который сопровождается интересными иллюстрациями может быть видеороликами какими-то другими интересными эффектами анимации и все это создает такие интересные необычные публикации и так вот эти 50 страниц которые дает тильда мы можем соединить в один сайт мы можем сделать это отдельными страницами лонг ридами каждая страница делится отдельно то есть в сайт их не связывать либо можем выбрать комбинированный вариант допустим 10 страниц объединить в сайт а оставшиеся делать как обычные публикации ну давайте смотреть примеры чтобы не быть голословной итак одностраничный сайт как я уже сказала вызвать его цель вызвать интерес какому-то событию какому-то действию к проекту и тому подобным вещам вот несколько ссылок ну например сейчас вот актуально потому что он состоялся буквально на днях литературный диктант это сайт посвященный как раз этой акции которая проводится каждый год и вот таким образом он выглядит сайт одностраничник где публикуются новости информация проекте какие-то вопросы ответы которые участники хотели бы узнать вот такой вариант первая ссылочка дальше я постаралась выбрать многообразие сайтов чтобы вы могли сравнить и для чего можно использовать титул ну вот например история тебя это например проект создание генеалогического древа литрес смастерил тоже одностраничный сайт продвигая свои услуги довольно интересно получилось ну вот самый эффектный вариант как ни странно это информация о проходящей выставке грибов тоже сделанная на платформе тильда есть и простые какие-то варианты такие максимально лаконичные есть и более экстремальные с большое количество большим количеством анимаций в общем таких примеров можно в интернете довольно много найти давайте посмотрим еще варианты когда сайт у нас уже состоит из нескольких страниц это не такое частое явление все-таки сайты одностраничники делать проще но тем не менее я тоже нашла интересные примеры связанные с культурной жизнью потому что вот как раз по поводу небольших сайтов основному делают организации есть много сайтов онлайн школ каких-то спортивных секций благотворительных фондов зо ветеринарных лечебниц ну и всякие коммерческие сайты я выбрала некоммерческие которые мне показались интересные вот на экране сейчас сайт пашков дом от российской государственной библиотеки где очень необычная анимация такие необычное меню сделано при наведении вот на эти кнопочки фотография на заднем плане меняется а если щелкнуть откроется новая страничка где например будет рассказ об истории этого дома о том в чем уникальность с этой площадке ну таким образом не только приглашают посетить но и сдают в аренду так что здесь еще коммерческая структура тоже присутствует дальше вот администрация москвы посверстала сайт на тильзе вот музей москвы например ссылочку я тоже дала тоже довольно интересное видео сделано дальше дальше театральный календарь это уже театральная библиотека сделала как календарь знаменательных дат и событий скорее всего вот с такой целью тоже довольно интересно оформлено ну и наконец еще одна такая необычный сайт с экстремальной версткой я бы ее так назвала айвазовский это вымышленный сайт скажем так это как будто бы мастерская айвазовского предлагает его картины для продажи ну естественно это выдуманная история но тем не менее вот с точки зрения того как это все оформлено и сделано тоже можно поинтересоваться и посмотреть то есть разные по возможности разные по красоте по анимации здесь уже дело вкуса ну и наконец больше всего у меня ссылок конечно нашлось на лом гриды но про веб квесты я тоже нашла одну ссылку вот пример профессионального как это сказать забыла это слово профориентационного квеста вот пожалуйста айти профессии здесь квест состоит из нескольких этапов их все надо по один по порядку пройти то есть сначала побывать гейм-дизайнеров выполнить задания потом вот таким вот дизайнером смм-специалистом техническим писателем программистом и последний шестой заключительный этап здесь открыта только первая страничка дальше нам не пройти потому что мы с первым заданием не справились но на самом деле можно тоже посмотреть как это все сделано здесь многостраничный сайт там внутри у него еще как минимум шесть страниц присутствует с разными этапами но нам открыта только первая страничка и чтобы попасть на следующий уровень нам нужно выполнить задание отправить его организаторам и они пришлют нам ссылку на новую страницу вот так это работает тоже это сверстно на все в тильде тоже есть такие возможности что касается статей лонг рида огромное количество ссылок я даже запуталась что брать для примера ну вот пожалуйста что я отобрала начну с простенького естественно сразу вот так вот за полчаса мы что-то грандиозное в тильде не создадим потому что мы не профессиональные дизайнеры мы не всегда понимаем как и что работает поэтому вот первые две ссылки это очень простые лонг риды первый это мой про северное сияние дальше про биографию гибергориц и вот еще интересный лонг рид про антона павловича чехова вот как раз тот вариант который можно действительно создать что называется с нуля то есть буквально вот только освоить тильду и вот сразу примерно что-то такое создать вполне реально причем вот это вот если присмотреться лонг рид национальной электронной библиотеки если вы подписаны на их блог а у них довольно интересный блог вот можно найти такую интересную информацию что они очень много уже сверстали таких статей как раз на тильде и они их рекламируют у них на главной странице блога они ну большая часть находится я вот просто туда зашла и долго выбирала что же мне там из этого всего понравилось вот я выбрала про чехова про гражданскую авиацию тоже довольно интересный и вот последняя ссылочка travel blog мне понравилась сама идея как будто бы мы путешествуем вернее как блок который ведут путешественники из начала 20 века из 1900 года необычная идея и тоже необычная реализация ну и две ссылочки просто ради интереса это история мультфильма ежик в тумане и интересная история с нестандартной анимации которая называется про то люди приручили холод про холодильники и прочие дела вот это уже такие более профессионально сверстанные там вероятно уже работала целая команда на цену этим но самое замечательное что все это реализуется как раз на платформе тильда вот такое большое многообразие всего это все в общем можно освоить и можно сделать при желании итак с чего же мы начнем чтобы мы не решили создавать сайт лон крит кв нам сначала нужно определиться со структурой на что будет похожа наша работа хорошо если она всего из одной страницы состоит тогда все очень просто просто придумываем блоки в каком порядке будем излагать содержимое если многостраничный сайт там немножко посложнее там нужно придумать какие будут страницы что выносить в меню и тому подобные вещи современный дизайн сайтов предполагает сейчас минимализм то есть чем меньше награждено на странице тем лучше если мы будем смотреть шаблоны стильдой то увидим что это вот действительно так меню очень лаконичное буквально из трех-четырех пунктов и сами страницы довольно лаконично устроены сейчас основной упор делается на визуальное содержимое то есть текста минимум интерес к большим фотографиям поэтому большое количество полноэкранных изображений каких-то необычных анимационных изображений когда у нас такой эффект параллакса текст двигается а картинка на которую нанесен не двигается и за счет этого получаются интересные эффекты вот все это вот такие вот новые тренды которые как раз задавала в том числе и тильда сейчас а вот ссылочку я вам отдельно сейчас отправила в чат это как раз ссылочка для вдохновения что я называю потому что перед тем как создавать что-то свое хорошо бы вдохновиться чем-нибудь чужим ну например можно сделать это конечно самостоятельно просто пройтись по интернету поискать похожие сайты с похожей тематикой например если у нас сайт про библиотеку то какие-то подобные библиотечные проекты посмотреть или смежные опять-таки у смежников тоже можно найти много интересного например не только про библиотеки осмотров провести а например например там не знаю музеи спектакли театры подсматриваем интересные идеи интересную верстку и интересное расположение фотографий может быть какие-то приемы в изложении текста вот для всего этого можно использовать в интернет а можно будет зайти в такой раздел тильды который так и называется сделано на тильде ссылочку я вам в чат отправила все примеры я как раз взяла именно из этого раздела там действительно очень необычные интересные сайты причем разного уровня сложности не думаем что там только все сложное не там есть очень простые оборудные вещи которые можно делать самостоятельно кстати если вы создаете свою работу и ее тоже можно отправить в этот раздел просто написать разработчикам и отправить ссылку на свой сайт и если он пройдет модерацию его могут включить в этот раздел что собственно сделали с небом все их лонг риды сейчас там красуется в разделе сделано на тильде дополнительная реклама своего рода и так после того как мы вдохновились решили мы можем уже как-то изложить это все на бумаге может быть даже эскиз нарисовать как это все будет выглядеть может просто списочком и дальше переходим собственно к содержимому чтобы вам публиковать в лонг риде или на сайте здесь хотелось бы отметить что лучше если будет все готово заранее даже тексты лучше писать не в самом редакторе тильда можно конечно но одно неловкое движение вы что-то не сохраните или неустойчивая связь в интернете и все содержимое пропадет сайт поэтому лучше заранее уже все прописать в текстовом документе обычным текстом чтобы потом просто копировать вставлять ну естественно подобрать фотографии видео если у вас есть какие-то гипер ссылки которым надо будет вставить все это делается заранее ну и после этого мы уже перехожу на дизайн давайте смотреть теперь на тильду и попробуем ее освоить и так как я уже сказала сервис на русском языке поэтому здесь все достаточно несложно регистрация простая от нас требуется имя адрес электронной почты и пароль после того как мы зарегистрировались сразу же приглашают создать новый сайт ну все проекты которые здесь создаются они все называются сайтами вне зависимости от того что вы планируете сделать поэтому соглашаемся создать новый сайт и даем название его потом можно изменить в настройках если она мне нравится и так создаем стартовую страницу создаем свой первый проект дальше если мы впервые на сайте то стоит обратить внимание вот на такую вещь как активация бесплатного тарифа на две недели предоставляется все возможности тильды и бесплатные и бесплатные без ограничений то есть за это время вы можете создать один сайт 50 страниц но вставить туда столько блоков сколько захотите том числе и платные поэтому эту возможность не упускаем тем более что за две недели можно создать очень приятную работу естественно что делать с платными блоками когда две недели истекут сервис тогда предложат либо оплатить подписку платную либо вернуться обратно в бесплатный тариф если решим возвращаться в бесплатный тариф то тут важное замечание платные блоки никуда не исчезнут до тех пор пока вы заново не будете редактировать свой сайт то есть как только мы поменяем там хотя бы запятую и сохраним еще раз это все переопубликуем то платные блоки из-за этого исчезнут но если мы создадим уже например long read и мы не планируем его никак редактировать он совершенно благополучно у нас будет в интернете существовать и вместе с платными блоками вот такая маленькая хитрость но вы видите уже на экране сколько стоит платная подписка на тилду 750 рублей в месяц если платить на год то это будет немножко дешевле примерно по 500 рублей в месяц получается поэтому вот за две недели у нас есть возможность освоиться посмотрите если понравится подписаться и так выбираем вот этот вот бесплатный тариф напомню что один сайт и 50 страниц здесь дается такое ограничение дается 50 мегабайт на сервере для загрузки своих изображений поэтому фотографии лучше перед загрузкой сжимать сейчас есть большое количество сервисов которые сжимают фотографии не нарушая их качество вот поэтому если очень тяжелые снимки там ну очень тяжелый лучше их перед публикацией немножко сжать но это полезно и для сайта потому что иначе будет очень медленно все загружаться это не очень удобно для пользователя и так что дальше вот допустим проект у нас создан я его назвала мой сайт на него сразу же появляется вот такая ссылка каждый проект здесь получает свой порядковый номер project 51 и так далее естественно это можно изменить кроме кисть dvs это вот адрес наш а вот вместо project то мы можем прописать латиницей любое другое название нашего проекта если посчитаем необходимым собственно можно оставить и так чтобы редактировать страницу нажимаем на кнопку редактировать сайт и переходим к освоению сервиса и так можем сразу посмотреть настройки и мы можем сразу же создать новую страницу и окунуться в редактор но я пару слов о настройках все таки скажу самом начале работы и так в настройках в разделе главное я говорила о том что можно поменять название сайта вместо мой сайт придумать что-нибудь другое это делается в настройках в разделе главное написать вписываем сюда новое название для сайта даем его описание и вот здесь есть возможность как раз вместо project 5000 какой-то вписать название своего сайта латиницей вот сохраняем из всех вот этих вот хороших вещей здесь есть еще такая вкладочка которая называется шрифты и цвета на нее тоже можно обратить внимание потому что если у вас есть какой-то корпоративный шрифт но вдруг вы создаете сайт библиотеки и вот обязательно только этим шрифтом надо писать поэтому можно его обязательно добавить в настройках и тогда вам не нужно будет вручную в шаблоне менять все время шрифт на нужный просто один раз установить этот шрифт и все все надписи будут только на нем более того если здесь библиотеки этого шрифта нет а такое тоже может быть можно бесплатно загрузить один свой любимый шрифт и использовать его для сайта здесь же есть возможность настроить все шрифты размер буковок цвет и так далее то есть прямо в нашем проекте все будет вот такое однотипное но потом можем в ходе работы можем самостоятельно что-то менять если нам не понравится ну теперь приходим к созданию новой страницы нажимаем уже вот на эту красную кнопочку и так тильда это конструктор который представляет собой набор шаблонов которые можно использовать для редактирования есть возможность начать все с нуля то есть пустая страница на которую самостоятельно содержимое добавлять но проще на первых порах использовать уже готовые шаблоны поэтому начинаем с выбора подходящего и так они здесь рассортированы здесь конечно нет отдельных шаблонов для школы и библиотеки но мы можем их поискать например в разделе события если в конце концов поиск по тематике шаблона есть здесь универсальные вещи вот например в разделе бизнес есть очень много универсальных шаблонов которые подходят на любой случай жизни я для своего курса брала имена цели шаблон вот так что здесь можно полистать по категориям посмотреть что-то подходящее для себя любой шаблон можно открыть посмотреть если он понравился взять на вооружение естественно внутри шаблона все можно менять если вам понравились какие-то блоки просто подачи информации какое-то цветовое решение почему бы не взять этот шаблон потом просто не нужно все туда брать есть еще такой интересный раздел называется он про это шаблоны с необычной версткой с необычной анимации сложная графика это уже для более продвинутых пользователей но можно заглянуть и туда это пользователи создавали сами внутри тизды свои собственные шаблоны и вот таким образом поделились можно оттуда что-нибудь интересное подобрать итак выбираем шаблон я выбрала вот универсальный шаблон он так называется шаблон универсальный здесь уже есть обложка в качестве обложки тинда использует полноэкранные изображения на весь экран поверх этого изображения будет заголовок сайта его описание различные кнопки но и все остальное каждый шаблон состоит из нескольких блоков которые можно редактировать как это делается очень просто как только курсор мы наводим на блок появляется вот такое меню всплывающее которым мы будем работать первая кнопка меню это название блока у каждого блока есть свое цифровое и буквенное обозначение первый блок это у нас обложка как видим для обложки можно выбрать любой вот из этого большого списка блоков выбран вот этот sr16 но если он нам не нравится мы можем выбрать что-то другое как только мы наводим курсор на какой-то блок он тут же появляется видео такой маленькой картинки то есть вот так мы можем сразу быстренько пробежать и выбрать нам подходящую обложку если мы хотим попробовать сразу несколько вариантов с какой обложкой лучше мы не решили тогда стоит включить вот эту кнопочку сохранить контент при переключении то есть вы один раз напишите например название своего сайта а дальше экспериментируете с разными обложками название никуда не исчезнет и вам не нужно будет его переписывать каждый раз заново просто контент будет сохраняться такая важная кнопочка дальше рядышком мы видим еще две кнопки настройка и контент контент отвечает за тексты за картинки ну в общем за контент одним словом а настройки это тоненькие настроечки анимации текстов видео изображение у каждого блока настройки свои ну давайте посмотрим все итак ну вот мой замечательный сайт можно кстати редактировать его даже без помощи кнопки контент просто щелкаем по названию стираем это название вписываем любой другой а вверху появляется панель инструмента где можно поменять шрифт например начертания здесь минимальный набор инструментов поэтому это только подходит для каких-то точечных текстовых замен например просто поменять название если мы хотим более подробно с текстом поработать надо открывать кнопочку контент о которой я уже говорил вот она красненькая на что она похожа вот например эта кнопка открывает редактирование обложки здесь можно редактировать сам текст описание если в обложке присутствует фотография то можно загрузить свой файл вместо этой картинки выбрать какой-то другой если в нем есть кнопочка то прописываем текст на этой кнопке выбираем куда эта кнопка будет вести на какую-то отдельную страницу может быть или и на какой-то внешний веб ресурс или еще куда нибудь поэтому ссылку добавляем кнопки это только вот настройки для обложки sr16 для каждой любой другой обложке настройки будут плюс минус чем-то отличаться но все что изображен на обложке все будет в этой вкладке контент будет и все здесь можно редактировать совершенно свободно обязательно нажимаем на кнопку сохранить и закрыть не забываем я с этой проблемой постоянно сталкивалась забывала что надо сохранять в результате все время все слетало это грустно было поэтому не забываем дальше теперь по вкладке настройки в настройках они довольно подробные что здесь можно найти но если это текст например там будет соответственно расстояние между буквами между словами типографика то есть начертание букв анимация текста расстояние между блоками отступ сверху и отступ снизу уже в шаму в самом шаблоне что-то прописано ну например вот три линии и две с половиной линии то есть сверху чуть побольше отступ снизу чуть поменьше если нам это не понравилось мы можем самостоятельно вручную прописать любые другие вот ступы использовать фон для картинки или там для текста в общем вот это полис настройка она такой практически бесконечно здесь тинта позволяет настраивать что называть любую буковку любую точечку за это в этом ее плюс и в этом ее минус потому что начинающие пользователи могут потеряться во всех этих настройках сказать а что-то такое я не хочу это очень сложно нет на самом деле это не сложно просто просто потребуется время для освоения дальше еще такая необычная особенность у тильды в тильде используется 12 колоночная сетка страницы ну вот об этом здесь будет написано в настройках я это объясню так условно вся страница в тильде будет делиться на 12 колоночек и например вот в этом шаблоне вот в этом модуле например блок состоит из двух частей текста картинка вот первый блок состоит из четырех дальше у нас есть отступ между ними и есть еще ширина второго блока 6 колонок но в сумме вот это вот все должно составить 12 если нам кажется что это слишком нам не подходит мы можем увеличить отступы увеличить эти колонки допустим делайте для текста побольше колонок для картинки поменьше это все делается вручную тут же сохраняется и смотрится как красиво некрасиво если что можно назад откатить тут что важно заметить что обязательно должны быть отступы хотя бы одна колонка слева одна справа иначе текст будет как одна большая простыня и будет невозможно читать а на мобильных устройствах она вообще не поместится в экран поэтому отступы очень важны здесь вот например две колонки отступ слева можно сократиться до одной но не менее иначе ну я пробовала короче говоря это плохо поэтому хотя бы одна колонка должна быть в виде отступа то же самое и с другой стороны в общем сумме должно набраться 12 а там как вы распределите контент это уже дело вкуса обязательно все это сохраняем естественно и смотрим что у нас получилось и вот такие таким образом работаем с каждым блоком с текстом с картинкой если это картинка то настройки у него будут конечно другие там тоже будет присутствовать анимация но там может присутствовать еще фильтры фильтры это видоизменение картинки скажем так то есть можно добавить темный фильтр и картинка станет потемнее можно ее сделать более яркой размыть картинку сделать и добавить к ней анимацию поверх картинки написать текст то есть возможности тоже достаточно много если блок уже у нас есть что можно сделать с блоками ну во первых каждого блока есть вот такое меню вверху их можно менять местами с помощью стрелочек поднимать вверх вниз дальше блоки можно копировать если у вас однотипные блоки на разных страницах сайта вы можете использовать опцию копировать вставить так можно одни и те же блоки вот вы какой-то очень красивый блок сделали хотите что на другой странице чтобы он тоже был такой же копировать вставить для этого хорошая опция эти не надо вручную заново все настраивать вот ну удалить естественно и хорошая кнопочка скрыть она понадобится наверное только для тех кто будет создавать сайты для чего нужна нужна эта опция например какой-то блок вы не хотите показывать до поры до времени или наоборот он вам кажется не актуальным вы хотите его убрать сайта для этого нужна кнопка скрыть ну например вы объявляете пользователям что ровно в 3 часа дня у вас на сайте будет подведено подведены итоги какого-то важного события там голосование конкурсы и тому подобные вещи естественно список победителей вы уже знаете заранее и ровно в 3 часа не у всех есть время открыть сайт начать там срочно этот список и записывать можно добавить его заранее и скрыть а потом ровно в 3 часа зайти на сайт второй раз нажать на эту кнопку и список откроется вот для этого нужно то же самое например вы проводите голосование там ровно до 12 часов такого-то числа и вот ровно в 12 часов вы заходите в этот блок с голосованием и вы скрываете чтобы больше никто не смог проголосовать вот для этого нужна такая опция если шаблон не вы захотите свой собственный блок создать это тоже можно через кнопочку плюс добавляем новый блок ну давайте смотреть на новые блоки у тильды постоянно меняется библиотека блоков это здорово потому что я буквально полгода сюда не заходила и когда зашла вчера удивилась что появилось много нового много интересного и срочно захотелось все попробовать вот это актуальная информация на вчерашний день сейчас у нас на экране это список блоков он не весь он весь просто в список не поместился жирно выделены самые главные блоки а вниз соответственно идут такие менее частотные начинается все с обложки сайта и заканчивается разными другими частностями от обложки до подвала что называется подвал это такой блок который находится в самом низу сайта как правило там пишут копирайт все права защищены какие-то социальные сети может быть обратную связь вот так что вот подвал тоже хорошая штучка но для того чтобы познакомиться с возможностями тильды просто достаточно пощелкать по библиотеке блоков и вообще посмотреть все возможные варианты и тогда уже по ходу просмотра какие-то идеи возникнут ну например я самый интересный раздел сейчас открыла изображение огромное количество разнообразных блоков начиная с полноэкранных картинок заканчивая вот с такими интересными вещами картинка на полях текст причем текст на картинку находит либо полностью на картинке если дальше полистать этот список там более 20 блоков только для картинок с текстом и так касательно каждого вот этого раздела вот если у вас бесплатный тариф и без возможности использовать платные блоки часть блоков будет просто выделена неактивным серым цветом их нельзя будет использовать но пока у нас есть две недели мы можем использовать все пощелкали посмотрели выбрали подходящий блок и просто добавили у себя проект но вот а потом открываем и начинаем его редактировать вот он так выглядит например блок преимущества он так называется по за названием ничего особенно не понятно в общем проще говоря это список карточек список который оформлен в виде карточек на каждой карточке заголовок и маленькое описание и смотрится это довольно симпатично если какой-то есть списочек и нужного красиво оформились вот можно сюда закрыть вот так выглядит шаблон незаполненный то есть мы просто вот это все английские надписи стираем и записываем свое здесь все просто все на русском языке все указания на русском просто заполняем необходимым своим содержимым и сохраняем естественно для всех этих блоков тоже будут активные настройки мы их потом можем еще и настроить так как захотим несколько слов о модуле видео с картинками с текстами более менее понятно что у нас с видеороликами видеоролики мы используем сервисы youtube интеграция только с ним еще сервисом vimeo опять-таки для видео здесь тоже существуют разные шаблоны можно обычное видео добавить можно целых два плеера редком они будут стоять можно интересный вот этому любимый вариант видео с обложкой то есть там будет красиво обложка нарисована не щелкнешь уже пойдет видеоролик даже можно ставить youtube трансляцию с комментариями или плейлист целый из youtube если у вас свой собственный канал на ютубе да в общем да и любое другое видео с youtube тоже можно использовать добавляем через любой из этих шаблонов опять таки вот это например видео с картинкой загружаем картинку заставку вписываем название видео его описание какой-то сопроводительный текст может быть ну и ссылка на видеоролик сюда можно прям ссылку целиком или просто айди то есть вот такой вот набор символов либо чтобы особенно не заморачиваться с этим просто копировать ссылку и вставить все это работает опять-таки сохраняем добавляем смотрим должно получиться симпатично дальше тильду можно еще прокачать ну вот как раз на экране весь остальной список которыми она предыдущие слайда не поместился вот все возможности уже полностью можно посмотреть здесь это уже такие частные опции они подходят там для сетевых магазинов может быть для каких-то учебных центров расписания если что-то продавать собираемся с тарифами поэтому это не особо интересные кнопочки вот я бы хотела обратить внимание на раздел другое это возможность добавить в тильду встраиваемые объекты повторюсь в этом разделе в основном все вот эти вот штуки будут платными их можно две недели использовать дальше они будут заблокированы но посмотреть нам никто не запрещает и так встраиваемые объекты добавляются через вот эту опцию html код например у нас есть презентация у нас есть какой-то игра виртуальная выставка и код для встраивания вот добавляется через эту опцию дальше можно таким же образом добавлять google и яндекс карты можно добавить поиск по сайту если он у вас из многих страниц состоит и там много содержимого можно добавить поиск причем там будут разные типы нужно выбрать самый красивый для вас дальше можно интегрировать продажу билетов на мероприятия и соответственно подсоединяется сервис таймпэт ну я думаю многим он знаком так билеты продают на мероприятия дальше можно сделать сайт интерактивным подключить комментарии двух типов ну и добавить голосование опросы и тесты и еще всякие интересные украшения ну например снежинки там присутствуют по моему еще какие то есть дополнительные такие фишечки в общем тоже можно всю эту красоту поместить себе на сайт и посмотреть как она будет работать парочку шаблонов посмотрим давайте вот например встраиваемый объект поле будет вот такое очень лаконичное здесь небольшая инструкция есть надо отдать должное создателям сервиса они постоянно дают какие то маленькие подсказочки все время дают ссылки на справочный центр у них хороший центр реально там очень много интересной информации если какие то трудности в работе обязательно стоит туда сходить итак вот этот код вот у меня такая виртуальная выставка я хочу на сайт пристроить вставляю я этот код по умолчанию тильда выставку растянет на весь экран то есть реально она будет огромная на весь экран если мне это не очень нравится я могу вручную просто настроить те размеры которые мне подходят ну вот например по умолчанию она у меня стоит 1200 но это очень много это очень широкая выставка я могу уменьшить два раза написать здесь например 600 здесь там 300 чем-то и посмотреть как это будет смотреться все это вручную настраивается и сохраняется обязательно сохраняем после этого страничку публикуем и смотрим как это все работает дальше здесь есть такая кнопочка называется форма форма позволяет добавить опросы и голосование для того чтобы проводить разные интерактивности с читателем скажем так стильда говорит о том что опросы и голосование здесь исключительно в некоммерческих целях то есть если вы хотите проводить реальные какие то голосовалки с призами и прочим то тильда для этого не подходит лучше какой-то сторонний ресурс использовать потому что в тильде накручиваются голоса они это не скрывают здесь можно хитрый способом накрутить счетчик вот но для того чтобы просто опросить читателей как им книжка как им мероприятие в библиотеке оценить то это запросто можно сделать через опцию форма опросы и голосования и точно таким же образом можно в тест вставить не просто какой-то сторонний ресурс использовать а прямо внутри тильда создать свой собственный маленький тест он конечно будет очень простой но тем не менее вот пожалуйста карточка для голосования здесь голосование очень серьезное здесь по нескольким номинациям можно его сделать несколько карточек будет и в каждой своей номинанты ну если у нас простенько достаточно просто одну карточку остальные удаляем и заполняем название опроса дальше представители за которых можно голосовать ну и что будет написано на кнопке сохраняем и тест вернее голосовалка автоматически добавляется в настройках этой голосовалки мы можем показывать результаты пользователям сразу если не хотим можно их скрывать а потом по итогу написать кто победил либо показывать когда проголосовали три варианта ну и соответственно карточка тоже настраивается у нее можно поменять цвет шрифт размер типографику сам вид кнопки можно изменить в общем настройки здесь очень подробно то же самое касается и карточки для тестирования тоже несколько карточек как правило стандартный тест он из пяти состоит но можно больше добавить пять карточек пять вопросов дальше отдельно настраивается как будет начинаться тест как он будет оканчиваться результаты дальше стираем здесь все содержимое пишем ответы и вопросы и напротив каждого ответа можно обратную связь давать ну например столица Австралии да Мельбурн здесь у нас в описании будет обратная связь нет неправильно это не столица правильный ответ настраивается в самом конце этой карточки просто пишется номер здесь правильный ответ номер два он указан в самом конце карточки и сервис все автоматически будет считать тестирование пройдет в конце участника увидит сколько баллов он набрал так что все здесь будет просто замечательно опять таки здесь вот серый фон можно все это изменить и цвет и сам фон и картинку естественно все это делается в настройках ну и буквально несколько слов блоки который что называется для продвинутых пользователей так называемый нулевой блок или зеро блок его по-разному называют что это такое это редактор внутри тильды редактор внутри редактора если ни один блок вам из этого огромного списка не понравился вы хотите создать нечто свое грандиозное и незабываемое то можно использовать нулевой блок я даже не пробовала честно говоря я просто теоретически знаю как с ним работать но у меня пока не было такой необходимости но вдруг вы захотите создать свой собственный дизайнерский блок выбираем его вот здесь в самом низу этого меню после кнопки другое вот он нулевой блок сразу предупрежу нулевой блок на английском языке там немножко будет посложнее хотя вы почувствуете себя настоящим творцом откроется он в отдельной вкладке а вот на самой странице куда вы его добавите здесь появится просто белый такой блок ну действительно прямоугольник белый в который мы будем вставлять свое содержимое вот таким образом этот блок будет выглядеть вот такая белая простынка на которой нечто мы будем писать и создавать через кнопочку плюс можно вызвать полный список всех возможностей что можно добавить в этот пустой блок давайте я вам прочитаю что здесь есть сюда можно добавить текст картинку объект кнопку видео так называемое всплывающее окошко оно называется tooltip то есть при наведении курсора открывается такое окошечко и там какая-то информация либо маленькая картинка дальше можно вставить код на встраиваемый объект форму ну опросник например какой-нибудь или галерею с фотографиями или с видеореликами вот все остальные возможности здесь представлены нам остается только нажать нужный формат а дальше с компьютера или вручную сюда что-то добавлять и вписывать ну например выбираем картинку загружаем ее с компьютера а дальше нам на помощь приходит мышка и мы мышкой просто в нужное место эту картинку вставляем пишем текст тоже его двигаем размеры больше меньше регулируем вот с правой стороны у меня есть еще подробные настроечки для каждого блока для текста для картинки вот сложно что это все на английском но тем не менее мы можем сделать это самостоятельно дальше самое интересное начинается ну вот например я там условно просто обложку добавила написала что-то сборник стихов добавила какой-то фончик желтенький теперь мне нужно сделать так чтобы этот мой созданный зероблок отражался адекватно на всех устройствах не только на компьютере для этого вверху есть вот такие кнопочки это кнопки для адаптации то есть это у нас смартфоны горизонтальные вертикальные это наоборот планшеты вертикальные горизонтальные и обычно стандартные компьютеры щелкаем по этим кнопкам и смотрим чтобы у меня содержимое не вылезло за рамки блока вот у меня текст не помещается на смартфоне его будет не видно в этом случае что делать уменьшаем текст либо размещаем его в две строки точно так же вот со всеми другими объектами и так вот по каждой кнопочке смотрим если все отлично и везде все помещается сохраняем через кнопку save вот так мы создали свой собственный блок обычно такие зероблоки создают не как я для текстов и картинок это очень просто сюда добавляют разные гифы вот такие вот там летающие птички поющие терновники в общем вот такие вот вещи которых в стандартных блоках просто нет ну сохранили мы и дальше можно уже посмотреть как это все работает если мы все правильно сделаем то все будет хорошо вот спасибо вам за комментарии все прочитала спасибо и за ссылку тоже обязательно полюбопытствует после вебинара и так после того как мы все добавили есть кнопочки для предварительного просмотра можно сразу посмотреть как это все работает и каждый блок можно просмотреть и вообще всю страницу целиком далее здесь есть даже кнопка еще здесь можно еще раз вернуться к шрифтам к настройкам страницы вообще к настройкам сайта даже есть такая опция карта блоков то есть просто список блоков которые мы добавили на страничку и можно посмотреть как это все освежить в памяти как они выглядят и после того как мы совсем согласились и все нам понравилось нажимаем собственно кнопку опубликовать после этого страница появляется в интернете только нам надо придумать ей название главная страница у нас будет называться вот так вот если мы вместо project они придумали что-то другое а все следующие после главной им нужно будет давать любое название ну например у вас будет серия лонгридов посвященных там писателям вместо project там мы напишем там писатели по-английски writers допустим tilde vs а здесь мы будем писать например допустим у вас эта страничка посвящена толстому здесь по-английски напишем не в толстой допустим и сохраняем и так с каждой страничкой теперь у нас есть уже готовая опубликованная веб страница мы можем делиться полученной ссылкой и так каждую страничку вот в таком порядке мы редактируем дальше если у нас сайт с большим количеством страниц то в нем необходимо меню меню можно сделать тремя разными способами первый способ самый трудозатратный это на каждой странице его вручную рисовать есть блок меню просто добавляем этот блок в самом начале перед обложкой и редактируем и так на каждой странице если у нас всего страницы 3 то это несложно а если у нас 500 страниц то конечно это огромное количество времени я делала чуть попроще и похитрее я копировала этот блок один раз я создала меню а потом на все страницы его просто взяла и скопировала копировать ставить я вам показывала эти кнопочки это намного проще дальше если у вас это будет только один сайт то есть вы не планируете это делать отдельными страницами а именно это будет просто сайт то можно сразу автоматически настроить меню на все страницы даже которые вы еще не создали то есть они будут появляться автоматически разделы меню как это делается нам нужно создать пустую страницу вот именно не шаблон какой-то выбирать а именно пустую создаем новую страницу выбираем пустой шаблон что дальше дальше на эту пустую страницу выбираем меню Только меню, никакого другого блока там не нужно, только меню. Здесь большое количество разного рода менюшек. Можно сделать обычное, можно выпадающий список сделать. Например, архив, нажимаешь на архив, а там еще выпадает список разных годов из этого архива. То есть выбираем и редактируем. Заменяем кнопочки. Вот так это выглядит. То есть главное – работа участников, контакты. Можно добавить новый пункт. Дальше напротив каждого пункта ссылку на страницу добавляем. Таким образом оформляется меню. Если мы хотим выпадающие меню, то у нас еще есть пункты второго уровня. Вот то, о чем я говорила. Сохраняем это меню вот так вот на отдельной страничке. А дальше идем в настройки, в настройки сайта и выбираем раздел «Шапка и подвал». Вот так оно оригинально называется. «Шапка» – это то, что в самом начале, то самое меню, оно и будет нашей шапкой. И мы выбираем раздел «Назначить шапку». По-английски это называется «Хеддер». Назначить хеддер. Нажимаем и выбираем нашу пустую страницу. Вот она, «Blank Page». Пустая страничка. Назначаем ее шапкой. Обязательно сохраняем изменения. А дальше каждую страничку сайта нам нужно переопубликовать. Ну, вот сколько у нас там их создано, обязательно их публикуем. По второму разу. Через кнопку вот эту. И смотрим. Меню должно появиться на всех страницах нашего сайта. И после этого, какую бы вы страницу не создали новую, у него автоматически будет появляться наше уже созданное меню. Вот такая интересная опция для создателей больших сайтов. То же самое касается блока «Подвал». То есть вы ходите на каждой страничке, чтобы у вас были защищены права. Допустим, копирайт поставить. Точно так же создаем пустую страницу. Заходим в раздел «Подвал». Выбираем вариант подвала. Да, звучит, конечно, странно, но тем не менее. Дальше. Редактируем этот подвал. Добавляем туда социальные сети. Необходимый копирайт прописываем. Все права защищены. Сохраняем. А дальше опять в настройки назначаем, но уже не хедер, а футер. Он же подвал. От английского «foot» ступня, то, что внизу страницы. Опять выбираем эту пустую страницу с нашим подвалом и назначаем ее всеобщим подвалом. Сохраняем каждую страничку еще раз. Переопубликовываем. Все. Должно появиться на всех страницах. Вот такая интересная опция здесь присутствует. Не настаиваю, что это нужно делать обязательно. Можно сделать, как я, просто копировать, ставить. В общем, три способа существуют. У каждой странички, которую мы создаем, они все будут вот в разделе «Мой сайт». Ну, как вы его назовете? У меня это так называется. Вот. И, допустим, я создала две странички. Естественно, название каждой страницы я могу поменять. Для этого я иду в настройки. Что там в настройках? Ну, настройки главные я уже показывала в самом начале, да. Заголовок, описание, адрес страницы можно поменять, если он вам разонравится. Дальше. Здесь есть возможность сделать бэджик странички. Для чего это нужно? Для того, чтобы делиться в соцсетях, например. Это красивая обложечка, красивая картиночка, которая будет отображаться, когда вы будете делиться, например, ну, ВКонтакте. Вы ссылку на сайт даете. Вот можно какую-то картинку загрузить специально для этого сайта. По умолчанию сервис будет использовать любую картинку. Чаще всего он первую берет с обложки. Если вы хотите какое-то специальное превью сделать, то можно вот в разделе бэджик его загрузить. В разделе соцсети можно сразу посмотреть, как это все будет смотреться. Дальше. В разделе действия есть полезные опции по манипуляции со страницами. Можно ее удалить, можно ее дублировать. Это полезная штука, если вы создаете много однотипных страничек. Вы одну оформили очень красиво, а дальше вы будете создавать примерно такую же, но с другим содержимым. Тогда можно просто надублировать столько страниц, сколько нужно, а дальше каждую заполнить. Это здорово экономит время. Вот такие основные возможности существуют у Тильды. Теперь, что касается статистики. Естественно, для чего создается сайт? Для того, чтобы следить за его статистикой и смотреть, как все там замечательно работает. У Тильды есть встроенная статистика сайта. Она очень небольшая, но основные показатели она дает. Те, которые обычно в 6 МК спрашивают. Это я для библиотекарей. То есть там по просмотрам и по посещениям статистика есть. Можно по каждой странице ее получать отдельно, а можно в целом по сайту. Можно за определенное время, например, за месяц, как обычно снимают статистику, тоже есть. Если хочется более подробную по пользователям, по странам, по времени активности, то есть возможность подключить Google Аналитику, и еще появилась возможность Яндекс.Метрику подключать. Две такие самые главные системы, которые считают статистику, их можно автоматом подключить. Естественно, в платной версии сайта вы можете подключить свой домен. То есть вот не Тильда ВС, а свой домен. Ну, естественно, это все за деньги делается, чтобы у вас был красивый адрес сайта. То есть тут тоже не нужно как-то отдельно все покупать, все можно сделать тут же в Тильде. Это тоже довольно удобно. Вот такие основные возможности. Естественно, я только вкратце пробежалась по основным возможностям Тильды. Если какие-то у вас вопросы есть, я сейчас готова ответить. А сейчас я вам предлагаю немножко так развлечься, поработать с дизайнерами. Я взяла из справочного центра Тильда и несколько интересных примеров дизайна сайта. Теперь жду вас в комментариях. Я вам буду показывать неудачный пример на взгляд дизайнеров Тильды. Ну, а у вас прошу в комментариях вашего мнения. Как вам? Увидели ли вы здесь какую-то ошибку? Если увидели, то какую? А дальше покажу, как от этой ошибки избавиться. Я думаю, это будет интересный опыт и для тех, кто создает сайт, и для тех, кто лунных кридоверстает. Потому что иногда содержимое у сайта отличное, а вот с дизайном иногда могут возникнуть проблемы. Ну, вот смотрите. Первое. Вот такой примерчик. Так, как вам? По мнению Тильды, здесь не все хорошо. Ну, чтобы время не занимать, да, может быть, кто-то отвлекся, кто-то уже устал к концу вебинара. Давайте расскажу, что здесь не так, по мнению создателя Тильды. Информацию проще воспринимать на сайте, когда она разделена на блоки. Здесь блоков довольно много. Тут их 5 штук. И как-то они очень друг на друга все похожи. Очень сложно тут в информации заблудиться. Поэтому, например, в этом случае предлагают делить как-то цветом, выделять какие-то блоки. Допустим, один белый, другой серый. И таким образом чередование цветов воспринимается глазом более интересно. И глаз не теряется в обиле информации. То есть здесь явно видно, где какой блок начинается и где заканчивается. Вот такой еще вариантик. Здесь такая ошибка, которую чаще всего совершают начинающие пользователи. Когда мы вручную начинаем редактировать отступы между блоками, ставим их наугад, иногда получается вот такая история. То есть между какими-то блоками очень мало пробелов, между какими-то вот такие огромные. Желательно это сделать более гармонично. То есть сверху и снизу оптимально в идеале должны быть одинаковые отступы. Сейчас на волне такой прием, как воздух. Чем больше воздуха на сайте, тем лучше. Поэтому большие отступы между блоками приветствуются. Ну, вот вариант вот такой. Так глаз успевает немножко отдохнуть от просмотра информации. Ну, и сама информация становится более визуально отделена одна от другой. Далее. Вот такая вот штучка. Это тоже такая распространенная ошибка. Очень красивый вид, когда текст на картинку нанесен. Но тут важно не забывать то, что иногда картинка не очень подходит для этого текста. В плане того, что текст просто не прочитать. Если заголовок еще как-то виден, то вот здесь внизу совсем тяжело. Особенно, если с мобильного устройства это все читается. Поэтому здесь придут на помощь фильтры. Утильды они есть. Обычно используют контрастный фильтр. Если фотография светлая, то фильтр какой-то темный. Ну, чаще всего черный фильтр. Вот чуть-чуть, буквально 30% фильтра, и уже текст становится более читабельным. Можно поэкспериментировать. Можно и больше фильтра добавить, но тогда фотография будет более уже мрачная. Главное не перейти грань. Вот, иногда для обложки специально подбирают фотографию потемнее, чтобы текст контрастнее выделялся. Ну, вот такой вариант тоже. Иногда возникает желание использовать все возможности тильды, поиграть со всеми шрифтами, размерами и цветами. Вот, когда огромное количество разных эффектов, много стилей в оформлении, то это тоже не всегда красиво смотрится. Ну, вот стандарты тильды, озвучиваю, например. Они предлагают такой вариант. Ограничиться одним шрифтом, одним цветом и двумя видами насыщенности. То есть, например, один обычный шрифт, другой жирный. Или один обычный, другой наклонный. Но все вместе они рекомендуют не смешивать, иначе это не очень смотрится. Ну, вот так смотрится, на их взгляд, немножко интереснее. Хотя, мне кажется, что если заголовки вот эти все сделать синеньким, то ничего страшного, мне кажется, не будет. Просто я не люблю черно-белые сайты. Хотя это дело вкуса, наверное. Далее. Вот еще такая дизайнерская находка. Желание вместить большое количество текста – это отличная идея. Я борюсь постоянно с этим желанием вместить все и вся. Здесь, мало того, что много текста, который тяжело читать, он еще отцентрован, не очень удобно. Поэтому глаз просто не может здесь сориентироваться, и тяжеловато это все будет восприниматься. Поэтому нужно уменьшить, конечно, текст и выровнять его. Ну, чаще всего по левому краю, тогда он станет приятнее. А если просто хотя бы уменьшить текст, то уже станет намного проще читать. Хотя бы в 2-3 строки уложиться, уже станет лучше. Ну, то же самое вот с такими большими, объемными текстами. Их лучше центровать с левой стороны, как в книге. Для центровки вот такой вот лучше использовать только заголовки. Все остальное все-таки лучше сделать по левому краю. Либо уменьшить, опять-таки, количество текста. Ну, вот такой еще вариантик. Когда у нас все отлично вроде бы на сайте, да, но он закрывает картинку в значимой части. Если бы здесь просто был какой-то вид природы, то, может быть, это было бы не так критично. Здесь у нас человек изображен. И как-то не очень это все смотрится красивенько. Поэтому убираем заголовок, либо уменьшаем его, либо смещаем его влево, например. Вот так. Уменьшили, сместили влево, и изображение смотрится. Либо, если такой вариант не понравился, просто меняем картинку или по-другому. Далее, что еще здесь можно найти в ошибках дизайна? Ну, здесь вроде бы как-то все приятненько смотрится. Единственное, что непонятно, вот к чему относится эта фотогалерея. А это фотогалерея, да, вот она листается. Либо вот к этому, либо вот к плану. Ну, естественно, она туда относится. Поэтому отступы здесь одинаковые. Поэтому пользователь не поймет, к чему она относится. Если не вникать в содержимое. Поэтому лучше здесь отступ уменьшить, чтобы эта галерея относилась как раз к этому заголовку. Ну, вот так, например, сделать. И отделить еще, чтобы уж точно отделить вообще цветом. Один блок от другого, так точно никто не промахнется, и все будет понятно, что к какому блоку относится. Дальше. Есть такая тоже, ну, не ошибка, но стремление сделать побольше буковки. Вот максимально на весь экран. Иногда это не очень красиво смотрится. Особенно, если название очень большое. Вот в таком случае три строки огромным шрифтом смотрятся не очень красиво. Оно вообще занимает всю картинку, и тогда вообще не видно, что там на картинке изображено. Поэтому лучше чуть-чуть буквально уменьшить на несколько пунктов, и уже становится более гармонично изображение. Вот это вот привет из 90-х, что называется. Желание использовать много цветов. Но сейчас это редко, можно на сайтах увидеть, но все равно бывает. Естественно, да, желтый цвет, эти фиолетовые заголовки, красные и синенькие кружочки. Это все, конечно, шикарно смотрится, но не нам. Вот так намного интереснее. Я бы еще синим сделала, вот под цвет этих кружочков, я бы еще заголовки сделала синим. Так, мне кажется, было бы еще и интереснее. Ну и вот такой еще примерчик покажу. Это пример как раз перегруженности уже меню. Когда есть такая возможность, что в меню можно вместить огромное количество кнопок, разные социальные сети, а здесь еще и номер телефона, запишитесь на консультацию, и просто еще в меню огромное количество, и читатель, пользователь, когда это все увидит, он не знает, за что хвататься. Поэтому рекомендуется социальные сети, допустим, убрать вниз. Ну, запись на консультацию тоже, наверное, и телефон. Оставить здесь просто меню, либо какой-то минимальный набор кнопок. Ну, вот такой вариант, например. Здесь уже стало все понятнее. Убрали запись на консультацию, убрали телефон вниз, и уже стало более гармонично все это смотреться. Ну, и последний пример на сегодня. Вот такой текст. Естественно, никаких ограничений на количество текста в тильде нет. Можно огромное количество текста вставить, но тут, наверное, не забывать, что текст на экране читается сложнее, чем в книге. И если в книге это еще было бы более-менее оптимально, то на экране огромный простыню просто никто не прочитает. Ее надо разбить на абзацы. И причем, вот как советуют разные умные люди, абзацы должны быть очень коротенькими. То есть там буквально 2-3 предложения. Потому что с экрана читать реально тяжелее. И со смартфонов тоже. Вот поэтому, как это поправить? Ну, хотя бы вот так. А еще можно, не меняя шрифт, просто чуть-чуть размером выделить значимые фразы, значимые места. Если вы хотите что-то оформить более, ну, сделать акцент на каком-то фрагменте текста, то просто чуть-чуть на пару пунктов меняем размер шрифта, и уже становится вот так интереснее. Здесь еще даже немножко поменяли поля, чтобы еще больше выделить это все. Естественно, внутрь текста вставляются ссылки, вот они здесь присутствуют тоже. Это тоже не возбраняется, вообще-то. Вот. Последняя ссылка на сегодня. Если вы хотите почитать об ошибках в дизайне, о том, как их можно исправлять, разные примеры посмотреть, проверить свой сайт на ошибки, и исправить, доработать. Пожалуйста, вот ссылку я на слайде оставляю, можно попробовать и проверить свой сайт. Вот. Как всегда, напоследок, полезный обучающий материал. Я уже говорила о том, что есть справочный центр ТИЛЬДА, это первый пункт помощи, куда можно обращаться. Там буквально пошаговые инструкции со скриншотами, как и что делать, на что нажимать, если какие-то возникли проблемы. Есть видеоуроки от Директ Академии, от Павла Калинникова, который рассказывает о том, как создавать сайт на ТИЛЬДЕ пошагово, опять-таки. Ну, и я тут небольшую лепту внесла во все это. Написала статью, как создать лонгрид на ТИЛЬДЕ. Так что, если захотите, можно тоже с ней познакомиться. Все ссылки активны, как обычно. Правой клавишей мыши их можно открыть. Вот. Напоследок, все свои координаты еще раз, как говорят, да, блогеры, подписывайтесь на мои социальные сети, ставьте лайки, ссылочки в описании, ну, точнее, это в чате будет. Еще раз приглашаю вас. Запись этого вебинара и презентацию к нему я опубликую и в группе, и в ВКонтакте, и в Телеграме. Вот. Большое спасибо вам за комментарии. Надеюсь, что действительно была информация полезной. Еще раз хочу вас пригласить на онлайн-курс, который мы уже в самом начале сегодня называли. Ссылку еще раз отправлю. В том числе там будет и небольшой практикум по ТИЛЬДЕ. Она будет одним из сервисов, который мы будем там осваивать. С помощью ТИЛЬДЕ мы будем создавать лонгриды. На сайте замахиваться не будем, но маленький лонгрид попробуем создать. Так что, если захотите, пожалуйста, знакомьтесь с программой. Там в программе все написано. И формат участия, и время начала вебинаров, и расписание. Программу можно скачать на компьютер, посмотреть ее повнимательнее. В программе список всех сервисов, которые будут осваиваться. Уклон сделан на сервисы на русском языке и на отечественные. Это сейчас важно. Поэтому программа актуализирована как никогда. Я ее переделала наполовину. То есть на 50% она обновлена по сравнению с прошлым годом. Так что это будет, надеюсь, нечто интересное. По крайней мере, очень хочется в это верить. Спасибо вам большое за комментарии. Вопросов я не увидела, но я надеюсь, что раз вопросов нет, значит, было понятно. Презентацию, как всегда, можно скачать. Не забывайте этим пользоваться. Удачной вам работы, удачных сайтов. Берегите себя и увидимся, как обычно, в следующий понедельник в это же самое.